Добрый вечер! Хочу сегодня поделиться мыслями на тему, что делать с женским рукоположением в адвентистской церкви. Не секрет, что сегодня этот кризис нарастает и становится это уже фактом, и вряд ли удастся ситуацию разрулить безболезненно, поскольку мы видим, что она обостряется на глазах. Напомню кратко историю этой ситуации. Дело в том, что исторически адвентисты были людьми, которые очень серьезное внимание уделяют работе женщин, их роли в церкви. И мы знаем, что сама Эллен Вайт является женщиной, и роль ее в истории церкви адвентистов седьмого дня переоценить невозможно. И поэтому мы видим, что, скажем, поверив ее в пророческий авторитет, адвентист уже был с самого начала, стал на путь признания очень важной роли женщины. И мы знаем, что она в ее работах, в огромном ее наследии, насколько мне известно, по крайней мере, ссылаюсь на сообщения тогдашнего, насколько он и сейчас таков, руководителя отдела исследования трудов духопророчества в Украине, Вячеслава Корчука, он говорил о том, что, сообщил, что комментарии в ее всем огромном наследии, такого важного, скажем, пункта, как вопроса о покрывалах, в первом послании к Алимфонам, в 11-м разделе, в главе, просто нет. Она оставила этот вопрос без внимания. В то же время она всячески педалировала тему, скажем, значимости роли женщины, их достоинства, вклада в церкви, в семье. И мы видим, что во многом, на мой взгляд, адвентисты сегодня являются, если брать их общий контекст, христианскими феминистами, что я имею в виду здесь. Это то, что они всячески подчеркивают роль женщин, что именно женщины имеют значение, женщины важны, и, скажем, в случае, в отличие от общества, которое современное мне украинское, которое зачастую в случае конфликта какого-то, если, например, парень с девушкой встречались и потом расстались, то общество, как правило, защищает самца, считается, что ага, значит, это типа она ему подошла, он ее бросил, то здесь мы видим ситуацию совершенно противоположную, чаще всего церковь становится на защиту женщины и начинает защищать ее. И классика жанра – это, скажем так, огромное количество уверований, то есть, поддержка уверовавших, а так как уверовавшие, как правило, женщины, причем, скажем так, если эта женщина замужняя, то очень часто, скажем, защищают ее интересы в противовес интересам ни мужа, ни адвентиста. Хотя мы, конечно, в Священном Писании гораздо, на мой взгляд, найдем, особенно в Торе, найдем оснований для противоположного, где, например, число 30 глава показывает, что муж, сначала отец, а потом муж, имел право отменить любую клятву женщины. Естественно, что на религиозные вопросы эта клятва простиралась едва ли не в первую очередь. То есть, мы видели, что именно это, скажем так, обстоятельство, на мой взгляд, было тем фактором, который провоцировал, в частности, израильтян на женитьбу, на язычницах. То есть, они считали, что так как они хозяева, вот муж, хозяин в семье, он всем распоряжается, все знает, всем владеет, то, скажем, жена не сможет ему перечить, и автоматически перейдет на его веру. И, по всей видимости, так было, но не всегда. И мы видим массу примеров противоположного, когда замужество, женитьба на неверующий как раз приводила к отступлению мужа. И вот мы видим, что здесь, скажем, исторически адвентисты, они придерживаются этой темы. И вот мы видим далее, скажем, происходя от различных движений радикальной реформации, адвентисты, скажем, наследуют у них вот такой вот, скажем, тезис о равноправии. Во многом, и мы видим, что, скажем так, вопрос, как в ряде конфессий предшественниц адвентистма, в том же самом методизме английском, по своему происхождению, тема, скажем так, веления апостола покрывать голову женщинам, не принимается в расчет. То есть, так или иначе, считается чем-то таким, что или надо понимать образно, или не адресуется сейчас, то есть, так или иначе, но нерелевантно и не соблюдается. И поэтому мы видим, что вообще исторически те конфессии в наибольшую, скажем так, роль этим женщинам уделяют в тех конфессиях, которые последовательно придерживаются идеи приоритета именно мужчин, прошу прощения, даров Святого Духа для статуса человека, а не пола или каких-то других факторов. То есть, если ты объективно обдарен, одарена, то быть тебе руководителем любого уровня. И мы видим, что именно в харизматических церквях роль женщины очень высока, там пасторши, это очень частое явление. И вот умеет женщина или мужчина убедить в том, что у него есть дар или у него не есть дары, пожалуйста. И, кстати, такой этап харизматизации проходит в раннем периоде своей истории. Большинство, если не все, религиозные конфессии, в частности, христианские. И Эйлен Вайт – это такой вот пример. Мы видим, что, скажем так, если говорить о сегодняшнем положении адвентистов, то, скажем так, мы знаем, что во многих регионах мира, в частности, в Азии, в Европе, настолько превалируют, доминируют женщины, представительницы прекрасного пола, что зачастую это целые могут быть, скажем так, общины, почти целиком состоять из них. Особенно это пенсионерки на постсоветском пространстве. И, естественно, что если вообще, скажем, понятно, что обладают таким преимуществом, из них же будет формироваться и актив. То есть, очень часто может быть такая ситуация, что мужчин вообще нет, или нет, или почти нет, или же это настолько, скажем так, отдельные представители, либо дети, либо глубокие старики, что даже ритуально им передать какую-то часть ответственности за общину очень сложно. А при этом есть ярко выраженные такие лидерши, руководительницы, которые не просто хотят, а могут руководить. И, вопреки такому взгляду, то, что вы знаете, попыткам приравнять, скажем так, такое, любимая эта тема, что женский епископат, это чуть ли не аналог легализации ЛГБТ в церкви, это не всегда так. Поскольку, насколько мне известно, то в том же Китае, скажем так, церкви растут очень серьезно, никаких признаков либерализма там нет, а в то же время, скажем так, доминирование женщин там очень четкое, и поэтому делать нечего, потому что, как я понял, что де-факто свободы религии там практически нет. Мужчин активно очень контролирует правительство при помощи пропаганды и давления общественным положением, а вот женщины меньше этого боятся, поскольку меньше держатся за какие-то общественные достижения, больше, особенно если это таковые, которые присоединяются к церкви, они уже больше тяготеют к признанию внутри вот этого своего круга, внутри семьи и так далее. И действительно, скажем, очень часто они являются и миссионерками, и руководительницами, и нередко несколько тысячных по количеству членов общин. Ну и если мы говорим о развитых странах, где, в общем-то, вот этот, скажем, голос за эмансипацию женщин, вплоть до официального рукоположения в пасторш, положение пасторш имеет место, то там мы знаем, что, скажем так, есть феминистское движение, есть, скажем так, требования уравнения в правах, и многие люди, особенно там, принимают, как бы, вовлеченные в общественные процессы, образованные, они задают вопрос, как же так, то есть, если в странах третьего мира от церкви ожидают, прежде всего, консервативные позиции, сохраняющие, то в этих странах, наоборот, религия ассоциируется с отсталостью, прошлым, затхлым музеем, и от церкви ожидают инновации. И там, как раз, скажем так, от церкви ожидают, что она, вот, ну, хотя бы не отстает от того признания роли женщин в обществе, в истории, их одаренности, возможностей, и, скажем так, ну, если женщины пришли во все сферы демократических обществ, возглавляют правительство, летают в космос, осваивают большинство профессий, почему бы им не быть пасторесами? Вот такие вопросы. И мы видим, что действительно масса документов в Генеральной конференции, они адресованы женщинам, это там, вот, употребляются, если там брать, допустим, с 85-го года, да, там, смотри, тут 2004-го, это основной сборник, который был выпущен на русском языке, да, это там заявления церкви ожидают по вопросам о семье, о семейной жизни, дальше там упоминаются сексуальное домогательство, СПИД, порнография, аборт. Значит, относительно мутилации, то есть, как бы сказать, искалечивания женских половых органов, там, дальше по проблемам женщин, о жестоком отношении насилия в семьях, далее до генетического вмешательства, брак, сексуальное насилие над детьми, инфекции, передаваемые половым путем, регулирование рождаемости, дети и снова брак. То есть, мы видим, что, скажем, действительно, женщины находятся в фокусе внимания адвентийской церкви, потому что их, хотя бы, хотя бы потому, что церковь адвентийская в огромной степени состоит из них. Плюс, значит, масло в огонь подливает то обстоятельство, что, наконец, если так смотреть, что адвентийская церковь, что библия не содержит ни запрета рукополагать женщин, ни в велении делать это. То есть, в общем-то, сказать, что есть какой-то прямой момент, который переступает, скажем, те регионы церкви, да, это в первую очередь североамериканский дивизион, который рукополагает женщин, то как бы нет. То есть, вроде бы как, ну, где отступление, где проблема. И мы видим, что, скажем, на каком-то моменте, где-то в 2011 году, этот уже вопрос, и мы знаем, что, да, этот вопрос о рукоположении, о необходимости рукополагать женщин, ввести это как норму, поднимается на ряде уже последних сессий генеральной конференции, и каждый год, не прошу прощения, каждую пятилетку, хотя решение не принимается, но потихоньку, линейно возрастает его поддержка. То есть, мы видим, что, скажем, люди становятся более осведомленные об этом и более лояльные к такой перспективе. И теперь, вот мы знаем, что в 2011 году, скажем так, было принято решение, давайте вопрос этот серьезно исследуем, уже будем об этом говорить, и три года готовились, скажем так, к двум моментам, рукополагать, не рукополагать, добавилось третье, которое говорит, что да, и то, и то, это культурное установление, и поэтому давайте позволим, скажем так, каждой местности решать для себя, то есть, такое консенсусное, примеряющее решение. Поэтому, вот, итак, какие, значит, а у первых двух какие аргументы? Ну, понятно, да, что, значит, первая, и пока еще доминирующая, говорит о том, что пусть все будет как есть, женщины служат как, насколько могут, но рукополагать их не надо. Сорвенники второй позиции говорят, что Иисус восстанавливает равноправие полов, как оно существовало в Эдеме, и поэтому нет основания, скажем так, обделять женщин официальным признанием их вклада, исполнять любое, в том числе, пастырское служение. Ну, и, скажем так, мы видим, что в результате попытались, значит, принять такую, согласиться хотя бы о чем-то, и мы знаем, что есть, называется это заявление согласия, консенсус стейтмент, вот, по относительно ответительской теологии рукоположения, и там вообще не упоминается в том документе, по человеку, который проходит такой обряд, говорится о цели существования церкви, порядке присоединения к ее, значит, членам через крещение, общее призвание верующих для служения своими дарами, заявлено, что существуют руководящие позиции, избранные на которые, пользуются публичным одобрением церкви на основании своего соответствия библейским критериям, вот, говорится, что адвентисты не сакрализуют, не, скажем так, да, этот акт возложения рука, воспринимают его как свидетельство доверия церкви и признания даров для ответственного служения на руководящих постах. Ну, и вот такая цитата. Рукоположение – это действие, с помощью которого церковь уполномачивает отдельных лиц для совершения конкретного служения, на которые они были назначены, тут ссылки. Эти полномочия включают в себя быть представителем церкви, возвещать Евангелие, осуществлять обряды Святой Вечери и Крещения, создавать и организовать церкви, наставлять и духовно питать членов церкви, противостоять лжеучениям, проводить богослужения. Опять ссылки. Хотя рукоположение, скажем, способствует церковному порядку, этот акт не предоставляет особых качеств тому, кому рукополагает, и не устанавливает иерархию в сообществе верующих. Ну и все. То есть, в общем-то, мы видим, что хотели договориться. На этом все не закончилось. Так дело было в 2014 году. После этого была сессия генеральной конференции, на котором этот вопрос выносили и опять голосовали, опять не поддержали и опять увидели, что, скажем, поддержка возрастает. С тех пор мы видим, что, в частности, североамериканский дивизион, он занимает все более и более четкую жесткую позицию, относительно гласную позицию, относительно того, что церковь не права, это неправильно, мы продолжим заниматься, то есть, как бы радикализует свою позицию, что мы продолжим поддерживать женщин, продолжим их рукополагать. Рано или поздно должна быть практика исключительно мужского доминирования в этой сфере не является библейской и так далее. И мы видим, что 14 октября уже принято было очередное решение, которое называется относительно практики сессии генеральной конференции и действий Исполнительного комитета генеральной конференции. И тут говорится о том, что теперь, когда хотят дисциплинировать эти, потому что североамериканский дивизион не является единственной территорией, которая об этом говорит, есть ряд других, но понятно, что он будет, скажем так, здесь ледоколом. И говорится о том, что так и так, вот должно быть доверие, вот о том, как нужно реагировать, и в трех такое, значит, в три уровня действий. Сначала, если кто-то не подчиняется, сначала предупреждение, затем выговор, а затем идет отстранение уже, значит, лишение полномочий. И мы видим, что сам документ принят не так уж тоже уверенными таким голосованием, но разница в 61 голос, то есть за 185 членов, против 124, то есть всего на треть меньше, ну и двое воздержались. То есть ситуация не выглядит такой уже однозначной. То есть, по всей видимости, движемся мы к тому, чтобы ситуация, как бы, то есть позиция Америки логична, что будет вызывать поддержку и сочувствие в ряде момента. Мы видим, что вот так же вот интересный документ опубликован, значит, был отделом коммуникации Генеральной конференции по материалам Adventist News Network, в частности, я здесь цитирую по той версии, которая опубликована на, перепубликована на сайте Украинского униона. Заголовок публикации таков. Вопросы по документу, утвержденному на годичном совещании Генеральной конференции. И здесь самое главное, пункт такой, как текущая рабочая политика касается вопросом несоблюдения. То есть, когда, скажем так, отдельно территории какой-то организации, она не хочет соблюдать, не соглашать. Согласно действующим правилам субъект, который демонстрирует неспособность или нежелание проводить свою работу в соответствии с мировой церковной политикой, подвергать следующим мерам. Статус организации понижается до миссии. Руководители организации исключаются из Исполнительного комитета Генеральной конференции по соответствующей причине. Организация расформировывается и реорганизовывается. То есть, мы видим ситуацию, что... Четко, сразу же, следующий пункт тоже важен. Является ли дивизион церкви отдельным подразделением Генеральной конференции? Ответ. Дивизионы не являются отдельными исходящими организациями. являются частью самой Генеральной конференции, поэтому не могут отделяться от Генеральной конференции. Ну, а что же тут сегодня? Скажем так, какие признаки того, что североамериканский дивизион Баба-Яга против? Вот у нас, я цитирую материал, который опубликован 5 ноября 2018 года. То есть, вот, я стал эти документы выстроить в какой-то хронологической последовательности. Значит, и комментирую, значит, звучит, цитирую в оригинале. Все ссылки на документы эти постараюсь выложить под этим видео. «At year-end meeting, motion accepted for North American division to discuss financial parity with General Conference». В моем переводе, на годичном совещании, значит, принято решение для, значит, для генеральной конференции, для североамериканского дивизиона обсудить финансовый паритет с Генеральной конференцией. В чем речь? То есть, мы видим, что, скажем так, дело все идет к чему? Что согласились на каком-то основе, да? В тему женщин вывели из документа Генеральной конференции. Теперь поняли, что об этом не договорятся. И поэтому хотят, Генеральная конференция теперь пытается давить на вот эти непокорные дивизионы с тем, чтобы их привести к повиновению вот этим общим правилам. Дивизион, в данном случае североамериканский, сопротивляется. Как это звучит? Значит, вот выступает Терри Шоу, президент Американской системы здравоохранения, и говорит, я не хочу обижать мировую церковь, но в то же время есть только служений местных, до которых мы не можем добраться. Так, что вот, that we can't get to. И дальше, значит, Лерой Чейсон, президент конференции Тексико, спросил, значит, сколько дивизион дает Генеральной конференции. Ему сообщили, что дивизион, это североамериканский, сейчас отдает 6,35% своей десятины в Генеральную конференцию с постепенным уменьшением до 5,85% к 2020 году. То есть, всего через 2 года. Остальные дивизионы церкви дают 2%. То есть, разница, мы видим, в 3,5 раза больше. Достаточно серьезная разница. А вот, и он говорит, что да, давайте, как бы мы тогда тоже, наверное, в 2% перейдем. Конечно же, ГК понимает, что это финансовый шантаж, это очень серьезно. И вот здесь вот сразу присутствует Хуан Престол Пуэсан, значит, казначей Генеральной конференции, и начинает умолять, буквально, implored the net, то есть, умолять, чтобы, скажем так, ребята притормозили с этим делом. И говорит, что так и так от этого пострадает миссия всемирная. Говорит, что даже 5 лет это слишком быстро. Ну и большинство написано здесь, что говорили в поддержку такого решения, что на самом деле североамериканскому дивизиону стоит показать Генеральную конференцию, где раки зимуют. И тут, значит, Рэнди Робертс, старший пастор в студенческой церкви Лома Линда, говорит, мы слишком много платили миру, и мы продолжим. Но, значит, похоже, что это уже сверх наших возможностей, вот, и теперь это нам во вред. Ну, то есть, я как-то не вижу, никаких нет оснований полагать, что экономика США находится в каком-то спаде. То есть, это вот я все воспринимаю исключительно как попытки финансового шантажа. Ну, дальше как бы уже, значит, вот после этого, значит, 20 есть в сети, есть запись, два заключения этого совещания, значит, как этого Джексона по имени, ну-ка, секунду. Дэниел Джексон, президент дивизиона, сказал 20-минутную речь, в которой достаточно откровенно обозначил ряд позиций. Он говорит, значит, я, говорит, я очень, очень, как бы, утомлен и probably angry, то есть, наверное, разгневан тем, как наш дивизион видится или воспринимается мировой церкви. Мы не восставшие, да, значит, не разбойники или как, не раскольники, да, ребел, это восстание, да, мы не восставшие, мы от 207-го дня. Ну, и дальше он говорит, ну, я хочу, я желаю, значит, и говорит, мы исповедуем, мы проявляем огромную верность церкви, значит, как североамериканский дивизион. Я, еще раз, я хочу бросить вызов каждому, найти дивизионы, которые более лояльны церкви. В вопросах, что касается порядка и финансов, ну, чья бы корова начала, чем североамериканский дивизион. Следующая, значит, цитата. Этот дивизион не только был хлебной корзиной, ну, то есть, житницей, да, но также источником человеческих ресурсов, которые двигали миссию и рост, и, значит, развитие мировой церкви на протяжении десятков лет. Надеюсь, что так и будет, вот, и, значит, надеемся, что, типа, найдем мы, найдем мы дружное решение этой проблемы. Однако, вот дальше идут, как бы, более резкие фразы. Наши, значит, наши женщины в североамериканском дивизионе, которые работают пасторами и лидерами, будут защищены североамериканскими дивизионами. И в каждой конференции и президентом униона на этом месте. Значит, теология мужского, исключительно мужского, как сказать, лидерства никогда не была теологии ответительства седьмого дня, вот, и не будет. Оно не является таковой и не будет таковой. Я, значит, типа, надеюсь, что мы проводим вот это, вот это, как бы, то есть, сегодня, glass ceilings, вот этот стеклянный потолок, да, для женщин устраним. Мы, и самая сильная фраза, мы не отступимся, мы не прекратим нанимать женщин пастором, мы не остановимся. Более того, мы продолжим агитировать за рукоположение женщин для евангельского служения. То есть, достаточно, достаточно прозрачная позиция, высказанная на официальном сайте церкви. То есть, по всей видимости, по всей видимости, ситуация, я же говорю, нарастает. И если меня кто-то спросит, что я думаю по поводу перспективы, я думаю, что американцы достаточно упертые и самоуверенные люди, для того, чтобы отступиться сейчас. Я не думаю, что без серьезных последствий Бучи они сдадутся. Они не сдавались ранее, они не сдадутся и сейчас. Запугать их и надавить на них, используя авторитет большинства, не так легко. Поэтому они себя считают большинством без всяких на то сомнений и с огромными основаниями. Они прямо говорят о том, что у них деньги и у них лидерские кадры. Я бы добавил большее на их стороне богословское образование, которое доселе безостановочно продуцировало всю историю адвентизма и его теологию. А вот это уже серьезно. Поэтому, если меня спросят, что дальше, я думаю, что драки не избежать. И возможно, что в Генеральной конференции придется прибегать к каким-то очень жестким административным действиям вплоть до реорганизации этих территорий. Это будет означать хаос. Возможно, какие-то попытки, прежде всего, я же говорю, давить. Может быть, это будет означать бойкот на те же самые миссии. Может быть, это будет означать бойкот в плане финансов. То есть, это все серьезно. Поэтому, скажем так, почему мы, как здесь, в евро-азиатском дивизионе, не чувствуем этого напряжения? А потому, что мы посередине. Если брать градацию мировой церкви, то есть та же Африка, Азия. Прежде всего, такие самые консервативные регионы, которые в наибольшей степени высказываются за мужское доминирование. Они в наибольшей степени соглашаются с тем, что это все правильно, так должно быть. Это Божье установление, что так было всегда. И бьют на практику. На то, что, мол, было и в Израиле, были исключительно мужчины рукополагаемы, как цари и священники. И никакого намека нет на то, чтобы Бог использовал, когда-либо рукоположил какую-либо из женщин. И, мол, вот апостолы также рукополагали мужчинам. Действительно, практика есть. Как мы уже говорили, что, скажем так, из подобных... Если мы хотим услышать другую точку зрения, можно рассмотреть такую интересную публикацию, как главную работу Ричарда Дэвидсона. Это пастор, руководитель, который возглавлял доктор богословия, который возглавлял адвентистское теологическое общество в несколько лет, в 90-х годах. По-моему, с 96 по 98. Его главная работа, изданная в 2007 году, называется «Пламя Яхве». Это монументальный труд, очень похожий на энциклопедический по своему характеру, который имеет подзаголовок «Сексуальность в Ветхом Завете». И он там развивает такую тему, что полностью эгалитарными были отношения полов в Эдеме, но затем все испортилось в результате грехопадения. То есть уже намек на то, что вообще-то правильно было бы вернуться к эдемскому идеалу, насколько и правильно это приблизиться к нему максимально. То есть мы видим, вот они, скажем так, точки напряжения. То есть есть Африка, которая говорит, что женщина должна быть под пяткой у мужчины. Есть США, которая говорит, что вы, скажем так, есть Эдем, есть Иисус, есть Искупление, мы должны двигаться туда. То есть мы видим, что, скажем, почему США высовываются, зачем им это нужно. Я думаю, что дело не только в том, что может даже и не... Судя по тому, что все-таки наша церковь в целом достаточно эффективно справляется с давлением со стороны ЛГБТ-сообщества, почему же именно эта сторона, этот момент, он получает такую поддержку. На мой взгляд, потому что здесь речь идет, прежде всего, о социальной справедливости. Феминизм требует не в своей карикатурной версии, когда женщины отстаивают свое право укладывать асфальт и носить шпалы, как это было в Советском Союзе, а действительно получать одинаковое признание, официальное признание своего труда и одинаковую оплату за свой труд. То есть получается так, что служить пускают, а оплаты как бы нет. Признание того, что пасторша на самом деле, пасторша нет. И вот этот момент, и мы видим, что американцы, будучи первопроходцами, они во всем видят себя как сверхнация, во многом они таковой являются, и они хотят такими быть во всем. В том числе, скажем, адвентисты в адвентизме хотят быть таковыми. Что они пишут историю, они хотят быть реформаторами, и они говорят о том, что нужно сегодня это также признать. Сложный вопрос. На мой взгляд, еще раз подчеркну, я вот, мое опыт чтения писания, ну сравнительно регулярно, скажем так, с середины 90-х годов, не показал. Не убедил меня в том, что, скажем так, какая-то из этих сторон однозначно права, другая однозначно ложна. Поэтому здесь, почему в яд, еще раз подчеркну, этот вопрос так не чувствуется, потому что коммунисты здесь социально действительно уравняли мужчин и женщин. У нас есть и Надежда Терешкова, у нас есть, скажем, руководительница на любом уровне. Да, это далеко ходить не надо. В Украине Юлия Тимошенко баллотируется в президенты, и это никого не смущает. То есть, готовы ли люди за нее голосовать, но, по крайней мере, официально никто не говорит, что ее не надо пустить туда и так далее. Поэтому, скажем, вот, но США – это защитники права и свободы человека в мировом масштабе. И поэтому мы видим, что есть разные моменты. Что теперь будет? Человек, который над этим все уникает, он говорит, ай-яй-яй, какой ужас, кошмар. Прежде всего, хочу, ну, ободрить уважаемых зрителей, уважаемых слушателей этой записи, потому что я не вижу никаких богословских предпосылок к Священному Писанию на уровне пророчества, что Церковь по причине таких вопросов будет обязательно расколота. Мы видим, что очень много кризисов в адвентизм за свою недолгую историю уже пережил. Он родился из кризиса, великого разочарования. Были и 1888 год, были две мировые войны, которые очень тяжелейшим образом сотрясли Церковь. Холодная война, были богословские вопросы, очень многие, которые, в частности, можно почитать в книжке «Адвентизм в поисках своего лица». Были вопросы, сегодня адвентизм сталкивается с вызовами и либерализма, это, скажем так, давление ЛГБТ и давление эволюционизма, это вопросы политического давления и шантажа на местах, когда Церковь пытаются заставить отказаться от своих давлений, местные недемократические режимы. То есть, есть очень много вызовов с разных сторон, есть, я же говорю, скажем, разные моменты. Церковь доселе была жива. Почему? Но новизна в этой ситуации в том, что доселе США были всегда меккой и землей обетованы, а теперь они не являются. Теперь у нас ситуация, когда Иерусалим, образом говоря, оказался менее духовным и, скажем так, чем Антиохия. И вот теперь вопрос, а что будет? То есть, прежде всего мы понимаем, что то, что уже началось, это финансовый шантаж. К чему это все приведет? Это приведет к тому, что Церковь станет беднее. То есть, надо понять, что вот эту разницу в количестве финансов распределяли, и все, насколько мне известно, дивизионы, кроме североамериканского, являются дотационными. То есть, это означает сокращение этих дотаций. Это значит, что периферийные проекты, как то молитвенные дома, учебные заведения, санатории и прочее, будут теперь строиться, если строится, гораздо медленнее. То есть, они доселе, то, что я могу судить по Украине, строились за американские деньги в огромной степени, за деньги диаспоры. Что это означает практически? Это означает, что теперь местным, локальным проектам нужно больше рассчитывать на собственные диаспоры. То есть, не на американскую диаспору, не на американцев в Америке, а на украинцев в Америке. Не на американцев в Америке, а на россиян в Америке и так далее. То есть, нужны свои диаспоры, свои зарабетчаны, свои бизнесмены, которых надо будет уже напрячь необходимостью того, чтобы достроить то, что есть и, скажем так, переходить. Поэтому, я желаю то, что сегодня идет, над этим задумываются и консерваторы эти вопросы понимают, свидетельствует, например, такая публикация в журнале Альфа и Омега. Это первый номер за 2018 год, 21-я страница, автор Дэвид Кляйн Динст, магистр богословия, евангелист Айовско-Миссурийской конференции Сент-Луис, Миссури, Соединенные Штаты. Заголовок такой. «Назад в будущее, церкви, руководимые рядовыми членами, и возврат к нашим истокам». Какой месседж у этих людей? Я прочитаю несколько ссылок. «Я был изумлен, увидев, что у многих пасторов в районе было по 10 и более церквей. Каждой церковью руководили рядовые члены и пресвитеры, которые могли видеть своего пастора один раз в квартал, и многие из этих церквей росли». Это он упоминает Нигерию. Затем я обнаружил нечто замечательное. Во многих частях всемирного поля, это я перескакиваю, цитаты, цитаты, где отмечается быстророст, на протяжении долгих лет организуются большие районы церквей, руководимых рядовыми членами. И затем он говорит, «Оказывается, в ранней новозаветной церкви было то же самое. В новозаветной церкви не было оплачиваемых пасторов, опекавших общину или домашнюю церковь и совершавших служение для людей. Те, кто оплачивались из десятины, посылались проповедовать Евангелие и организовывать церкви в новых землях и городах. Мы читаем в деяниях посланиях Титу, например, «Укоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали Господу, в Которого уверовали». То есть, понятно, пастор – это знак равенства, это евангелист, он приходит, организовывает общину, затем обучает костяк и уходит дальше. И говорит, что в ранней дветийской церкви была та же самая ситуация. «В начале дветийского движения не было оплачиваемых пасторов, назначенных общины, большинством общины и домашних групп, руководили рядовольчины, служители, которых оплачивали из десятины, трудились как евангелисты и организаторы общин в новых районах, так же, как было в новозаветной церкви». И вот эти люди оставались в городе и местности, пока их свидетельство не касалось сердца людей, и пока не появилась группа верующих, это вот Джеймс Уайт, цитата, которую они утверждали в учении из Христа. Затем устанавливался надлежащий порядок, так что эти ученики могли сами проводить благослужения, и тогда те служители переходили на новое место для труда. И он говорит, что до 1900-х годов такая ситуация сохранялась, и адвентизм бурно рос. Затем начали требовать люди для себя постоянных служителей в общине, и ослабла и скорость церкви, и духовность ее. И какие он варианты для этого предлагает? Во-первых, укреплять район опеки местного служителя, второй – это вести процесс обучения пресвитеров и диаконов, чтобы они стали рядовыми пасторами церкви. И он ссылается на исследование еще 1998 года, Расселла Беррелла, которая говорит, «Recovering an Adventist approach to the life and mission of the local church», то есть восстанавливая адвентистский подход к жизни и миссии местной церкви. То есть, вот вроде бы есть исследование еще 1998 года, которое показывает эту связь. То есть, мы видим, что поиск более дешевой церкви происходит, и как уже сказал Дэниел Джексон, у них не только деньги, но у них еще и кадры. И это совершенно справедливое заявление. Где брать кадры, если Северная Америка взбунтуется? На мой взгляд, самый очевидный путь – это Америка Южная. Именно там мы видим сегодня наибольшее вовлечение, то есть эти люди географически ближе всего к Северной Америке. И оттуда мы видим, что уже приходят в Генеральную конференцию ряд достаточно крепких консервативных служителей. Вот могу привести, назову трех. Анхель Родригес, директор Института библейских исследований Генеральной конференции Церкви СД. Алехандро Бульон сейчас на пенсии, широко известный евангелист в Южной Америке, и был он секретарь пастерской ассоциации в Адвитийской Церкви в Южной Америке. Уильямс Коста, руководитель отдела коммуникации Генеральной конференции. То есть мы видим, что кузницей кадров Южная Америка уже является, все-таки это христианизированная, уже там на сколько с какой глубиной континент христианизированный. Сейчас там происходит бурная в начале 21 века протестантизация, то есть люди, которые исповедовали смесь католицизма, марксизма, местных культов, они сегодня пробуют еще и примерить на себя протестантизм. И, скажем так, теми же 50-никами там становятся сотни тысяч людей. Как вы знаете, что одной из крупнейших стран, крупнейших союзов национальных за пределами США, адвентистских, является Бразилия. И мы видим, что также там очень серьезную основу для таких вещей подготовило движение теологии освобождения, как синтез марксизма и католицизма. То есть мы видим, что та же Бразилия, как самый такой заметный, пожалуй, анклав адвентизма в Южной Америке, это среди ее достижений достаточно назвать то, что это порождение телесети Хопчену. Может быть, уважаемые зрители не знают, что в Америке из многих телесетей, которые порождены адвентистами, происходит сеть 3ABN, которая имеет в России свой филиал под названием Триангела. А вот то, что называется Хопченнел Интернешнл, это происходит из Бразилии, а не из США. И там, это эфирный канал, по крайней мере, был таковым в долгое время, и там он называется Nuevo Tempo, то есть новое время. И уже затем был подхвачен мировой церковью и превращен во всемирный международный проект. И мы видим, что действительно, скажем так, видно, что из Бразилии, из Риада, из Аргентины, из Венесуэлы, из ряда стран, мы видим, что оттуда уже приезжают миссионеры, тот же самый мы видим Буйон, это популярный автор, это человек, который поднимает сегодня, скажем так, во многом является инициатором ряда миссионерских проектов, который защищает, мы видим, что он проводит сегодня семинары. То есть это вот самый очевидный сегодня материк, который, скажем так, регион, который мог бы быть донором именно кадров. Понятно, что денег американских ни у кого сейчас больше нету, все остальные регионы, по-моему, достаточно бедны. То есть церковь, как известно, за исключением США, развивается в регионах достаточно финансово отсталых. И, насколько я знаю, что в северном полушарии адвентисты, в основном там, где именно этот глобальный север, или, как и называется, мир меньшинства, цивилизованный, так называемый, или развитый мир, то это все адвентистам представлено очень слабо. А в той же Северной Америке много уже десятилетий адвентисты крестятся исключительно за счет мигрантов, там церковь растет, американцы присоединяются к адвентистской церкви очень слабо. Коренные. Я не имею в виду так называемых индейцев, я имею в виду уже люди, обосновавшиеся в этой стране, мигранты не в первом поколении. А, скажем так, если мы говорим, где церковь растет сегодня, да, это океане, это Африка, это Азия, это Южная Америка, то, на мой взгляд, пока нигде, кроме Южной Америки, сопоставимых кадров нет. То есть, Африка многочисленна, очень молода, но это пока, на мой взгляд, дело будущего, потому что там очень большие проблемы с собственными вопросами, крестятся там полуязычники в многих регионах. Мы видим, что сегодня, скажем так, называемое африканское христианство, это тоже во многом смесь, это нормальный совершенно процесс такого, скажем, переходного этапа, такого синкретизма, да, местных культов, это культ мертвых, это, скажем, особый акцент на шаманизме. То есть, вот все то, с чем сталкивался Израиль во время исхода первых, из Египта первых, скажем так, веков, основной период своего существа нахождения и проживания в Ханане до Вавилонского плена. То есть, это, значит, и поэтому, скажем так, вот эти вопросы, они, на мой взгляд, пока, я не хочу сказать, что в Южной Америке этого нет, но все же это куда более уже реформированный континент, который модернизированный, который уже проходил все-таки христианизацию не в 20 веке, как многие регионы Африки, а все-таки в веке 15, 16, 17, уже, скажем так, какой-то был католицизм, и какой он там есть, это уже второй вопрос, мы знаем, скажем так, вот эти все языческие, все эти синкретические взгляды, но все же это христиане, достаточно, как бы это сказать, богобоязненные и доверяющие церкви. Мы видим, что во многом, скажем так, именно там, благодаря, скажем, рабою, служению социальному и серьезной библейскому образованию, сегодня там адвентизм и развивается. То есть, многие сегодня говорят, тот же самый Буйон, говорит, если вы видите перед собой благочестивого католика, то, что нужно, это ему вот очень, построить с ним дружеские отношения и показать ему субботу в Священном Писании. После этого, скажем так, ну вот, видя жесткую оппозицию этой истине библейской в своей церкви, он весьма вероятно, что качнется в сторону адвентизма. И тут его надо, как говорится, поддержать, и он наш. Ничего подобного я не могу сказать, что было для других регионов мира. Поэтому все-таки там уже почва какая-то есть. То же самое мы можем сказать об Океании. Океании это достаточно пока, я же говорю, тоже, скажем так, достаточно намного позже христианизированный регион. Там пока не очень он многочисленный. Относительно Азии я могу называть только отдельные страны. Это, на мой взгляд, Южная Корея и, может быть, Филиппины. Но, опять же, это все под вопросом. А здесь мы видим, что это очень быстро растущие регионы, минус Южной Америки каков. Это, конечно, то, что здесь небогатые страны, и там проблемы с демократией. То есть мы видим, что Венесуэла, Бразилия, Колумбия – это все достаточно такие регионы, которые, ну, как бы, трудно сказать, насколько, скажем так, там удастся создать какие-то серьезные ресурсы церкви туда перенести. Однако, мы видим, что предпосылки все-таки к этому есть. Если говорить о той же самой Аргентине, я брал интервью, беседовал с двумя парнями из России. Это пастерские сыновья, которые учатся в Аргентинском университете. И они говорят, что университет существует уже более ста лет, и очень большая структура, и, значит, имеет серьезные, скажем, предпосылки к тому, чтобы… То есть серьезный академический уровень, очень высокие требования академические и личностные, дисциплинарные к студентам и преподавателям. То есть, это, говорит, это серьезное сегодня престижное заведение. Я также приезжал к нам в Украину, мы приглашали в Украинский гуманитарный институт с визитом человека, который называется УНАСП. Сейчас я… как это называется сейчас? УНАСП. Сейчас я скажу. Это, значит… Значит, это университет в Сан-Паулу. Это столица… Адвитический университет в Сан-Паулу, столица Бразилии. То есть, мы видим, что этот человек, что, значит, я могу сказать о нем, то преподавателем, преподавателем журналистики, то, что меня привлекло, это то, что он сам этнически, скажем так, связан то ли с немцами, то ли этнический немец. Человек огромной западной целеустремленности, рациональности, собранности. Он говорит, что мой офис, где бы я ни работал, я заставлял сотрудников приходить на работу в 7 утра. Человек-работоголик, настроенный на реальную конкуренцию со светскими структурами, то есть, церковных аналогичных структур. И вот, настроенный, что мне важно было в нем увидеть, это то, что вот эти люди, в отличие от США, они не... они очень достаточно критично оценивают светскую власть. Они не настроены ложиться под нее. Они настроены... скажем так, они понимают, смотрят на нее без розовых очков, осознают ее недостатки, они не ожидают от нее каких-то особых милостей, они настроены на бороться. Это не значит, что они... мы не говорим сейчас о каком-то восстании или что-то, но они настроены на социальную критику со стороны церкви, они настроены на критическое осмысление, и они настроены на какие-то перемены, в которых социальные реформы, в которых, как я подозреваю, по их мнению, адвитистская церковь должна принимать участие. Это все очень симпатично, и на мой взгляд, ну, такие люди, да, они могут попытаться какую-то линию держать, как мы видим сегодня, это на примере Родригеса Буйона и Коса. То есть, все-таки люди не были перемолоты достаточно высококонкурентным и требовательным, скажем так, окружением американских церковных структур, но там заявили, сохранились и, в общем-то, добились успеха. Поэтому, скажем, в то же время мы видим, что, поэтому, когда мы говорим об вот этих странах, ну, вот буквально пару примеров, это, скажем так, Бразилия является сегодня крупнейшим разработчиком природных ресурсов. Та же самая, то есть, одна вырубка бассейна Амазонки, чего стоит, то есть, это открытие, не знаю, огромных ресурсов всего. Земель, доступа к вылову рыбы, к открытию новых культур, в том числе вот этих изолированных коренных жителей. Это, скажем, расчистка территорий под выгоны, под поля, огромное количество древесины. То есть, всё это огромный потенциал, который могут использовать эти страны. Если мы говорим о той же Колумбии, то это, с одной стороны, удивительное соотношение. С одной стороны, туристская Мекка, с другой стороны, там с 60-х годов действуют три повстанческие армии, там огромная наркомафия. То есть, вот всё вместе, да, ну, Венесуэла с её бесплатным транспортом, то есть, скажем так, вот эти социалистические моменты, и в то же время тот хаос, который во многом, и беззаконие, который в этих странах царит, он не позволяет церквям делать вид, будто ничего не происходит. То есть, люди там настроены на реформы. Последнее, что я бы сказал, это сегодня, скажем так, то есть, мы видим, что, первое, надо приготовиться затянуть пояса. Второе, нам нужна система жёсткой экономии. Третье, да, то есть, второе, это нам нужно растить местные кадры, и, на мой взгляд, скажем так, тут причём может подставить Южная Америка. Третий вопрос, это богословское образование. На мой взгляд, это, пожалуй, самое сложное. Потому что учёного вырастить не легче, а то и труднее, чем предпринимателя или экономного пастора, или человека, настроенного на перемены. Всё-таки наука требует стабильности, тишины, больших денег, опять же, традиции. И тут, как мы знаем, за пределами США, в общем-то, мало что есть. То есть, я был в мае 2016 года во Фриденсау, это один из старейших учёных заведений адвентизма в Европе. Это ГДР, бывшая, восточная Германия. И я увидел, что впервые только адвентистские историки там начинают заявлять историю адвентизма в Европе как на научную дисциплину. То есть, это первые шаги. Поэтому мы видим, что адвентизм без США, без жесткой привязки к США и американизму, он идёт очень туго. Но и поэтому здесь очень важно, скажем так, осознать, что же будет дальше. То есть, если вот эти школы окажутся, скажем, такими осоредками, как это сказать, очагами подобных взглядов и будут защищать, скажем так, встанут под начало вот по таких непослушных территорий, надо будет что-то решать. Поэтому, на мой взгляд, здесь необходимо сегодня это более чёткая, сознательная консолидация кадров богословских. Это сегодня обязательное, скажем так, развитие именно англоязычных магистратур и докторских программ по всему миру. На мой взгляд, надо более жёстко сегодня пасторов к этому и учащихся там призывать, для того, чтобы они не сидели на бабах местных языков, на которых практически богословской литературы может не быть, в частности протестантской и уж тем более адвентийской, а вовлекались в широкий диалог. И важно, чтобы эти магистры и доктора подключались к богословскому диалогу, а не просто использовали дипломы для карьерных целей и престижа. Вот это последнее для меня кажется самым сложным, самым проблемным. Но призываю верить, молиться, прежде всего не ужасаться, как говорил Иисус в пророчеству о событиях христианской эры, понимать, что врата ада не одолеют церковь его, а уж тем более вопрос о женском рукоположении. Да, скажем, поводить плечами, сейчас позвонить орденами. У американских адвентистов, повторюсь, доселе были все основания. Мы все сидели у них на шее. Если сегодня захотим слезать, чтобы, как мы говорим, отстаивать библейскую истину, пожалуйста, слезать. То есть, важно понять, что религия никакая не принимается в вакууме. Вот это надо осознать. Всегда к ним подключены вопросы власти и денег. Если готовы платить за себя, тогда можно побунтовать. А если это все подростковое такое, знаете, вот, мама, я щам, я фам, но дай денег. Мама, я фам, но вытри мне нос. Тогда из этого ничего не получится. За сим, дозвольте откланяться, ссылки смотрите внизу. Подписывайтесь на канал. Напишите то, что вы думаете в комментариях. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok